В общем, я задаюсь вопросов конкретно про архитектуру, но хорошо, мне это нравится. Владимир Иванович, в ближайшее время будет открыта филармония в парке Зарядье, но уже сейчас, до открытия, этот объект относят к звездной архитектуре. Ожидается, что и по звуку филармония станет выдающимся объектом. Над акустикой зала вы работали вместе с Исухисой Тойота, лучшим в мире специалистом в этой области. Так утверждают. Было ли что-то, что вам очень хотелось реализовать в этом проекте, но от чего пришлось отказаться ради вот той самой естественной акустики? Да, конечно. И во многом именно вот это то самое очень важное, от чего пришлось отказаться, во многом повлияло и на композицию филармонии, и на композицию самого зала. Дело в том, что изначально в нашей идее была мысль, заложен такой прием, когда экстерьер входит в интерьер, и наоборот, из интерьера, сидя в зале, наблюдая за концертом, можно видеть Москву, можно видеть набережную Москвы-реки. А наоборот, с улицы, через стеклянное огромное окно, публика, находящаяся за пределами зала филармонии, можно наблюдать, как происходит концерт и тоже как бы поучаствовать во всем этом представлении. Прием нам казался очень интересный, любопытный, и в связи с этим даже ось зала была ориентирована таким образом, чтобы она как-то совпадала с осью одного из крыльев парящего моста. Но когда мы уже начали работать с господином Тойотой, от этой идеи пришлось отказаться. Стекло — не идеальный акустический материал, и поэтому большой стеклянный проем пришлось заменить на медиаэкран. Со стороны Москвы-реки организован небольшой амфитеатр, на котором могут располагаться зрители и могут наблюдать в онлайне трансляцию концерта. Владимир Иванович, а какую музыку Вы предпочитаете? И слушаете ли Вы ее, работая или отдыхая? Я не могу сказать, что я настоящий меломан, но, безусловно, я музыку слушаю, музыку люблю, но сказать, что я в ней очень хорошо разбираюсь, наверное, это было бы несколько самонадеянно. Но, тем не менее, да, с большим удовольствием слушаю классическую музыку, ну и, пожалуй, рок-музыку. Иногда, например, хорошая или сильная рок-музыка, ритмичная рок-музыка, иногда она совпадает, наверное, с какими-то внутренними импульсами. Может, помогают в работе, может, нет. Хотя, честно говоря, когда я работаю, я музыку никогда не слушаю. Владимир Иванович, Вы работаете в буквальном смысле в большой архитектуре. По размерам. Да. Мы создаем человейники. Вы стремились к этому формату или все сложилось само по себе? Нет, Вы знаете, я никогда не стремился к большому формату. Большой формат меня почему-то находил, причем находил меня с самого раннего детства, с самого раннего начала моей профессиональной деятельности. Так получалось, что, ну, практически со студенческой скамеющей, когда я начинал работать в Минске, мне почему-то попадали какие-то не просто большие объекты, а, по-моему, какие-то гипербольшие объекты. Не знаю почему, но это вот какая-то, не знаю, мистика, не мистика. Хотя, честно говоря, я к ним никогда не стремился. И внутри себя я всегда хотел заниматься относительно небольшими иногда, иногда миниатюрными объектами. Иногда это получалось. Каждый раз, когда приходит что-то такое невероятно большое, я всегда начинаю чертахаться, проклинать свою несчастную жизнь. Ну, опять вот это сумасшедшее ермо, опять вот эта вот какая-то безумная ответственность. Только-только я хотел вздохнуть облегченно. И там, я не знаю, что, ну, просто посидеть, посмотреть кино там или сгонять куда-то. И тут на тебе. Опять какие-то квадратные метры. Нужно отстаивать честь Родины. А Вы можете согласиться, что масштаб для архитектора — это тоже искушение? Конечно, искушение. Потому что, ну, я не знаю, ну, почти любой человек, ну, творческий человек, не обязательно в архитектуре, но в музыке, в литературе, в жилписи, хочет в душе создать что-то очень большое, эпическое, что-то такое грандиозное, заметное. Конечно, искушение. Да. Музыка. 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 В одном из интервью Вы говорили, что нашли свой метод проектирования, что это четкая матричная система, но Вы за небольшую хаотизацию, за неокончательный порядок. Я Вас процитирую, это вносит некий элемент эпатажа, а без эпатажа нет искусства. Насколько важно сохранить отношение к архитектуре как к искусству? В первую очередь у самих архитекторов, ведь профессиональный цинизм, он ведь присущ не только медикам. Давайте начнем с последнего. Конечно, профессиональный цинизм присущ не только медикам, но и архитекторам в том числе, причем я думаю, что в изрядной степени. Потому что без здорового цинизма ничего хорошего не получится, потому что архитектура, профессия многоаспектная. Если ко всему относиться, чересчур серьезно, чересчур близко все, абсолютно все, все обстоятельства принимают близко к сердцу. Я боюсь, что получится очень скучно и неинтересно. То есть из любой патовой или очень критичной ситуации иногда нужно находить какие-то веселые, забавные выходы. Поэтому архитекторы очень часто достаточно циничные люди, и это нормально, если это здоровый цинизм. А что касается, я так понимаю, вопроса, насколько ценно и важно понимание архитектора, что именно искусство присутствует в его работе, безусловно важно. Без этого профессии нет. Сегодня правила общения, они все больше делают упор на политкорректность, сглаживая неравенство между людьми. Но оно существует. И сегодня слово снобизм, оно приобрело чуть ли не позитивную окраску. Ваше отношение к человеческому снобизму, есть ли в нем здоровая сторона? И может ли быть вам интересен человек, ну так скажем, не вашего круга? Мое отношение к снобизму. Что называть снобизмом, кого называть снобом? Если человек чувствует себя достаточно сильным в той или иной области, и когда он оказывается в среде, ну скажем, менее подготовленной, ну, в общем-то, перед ним стоит своего рода дилемма. Либо ты понижаешь уровень своего общения, что, в общем-то, наверное, тоже допустимо, потому что, исходя из нормальных человеческих отношений, ты не хочешь кого-то там обидеть, ты хочешь говорить на нормальном, понятном языке. С одной стороны, это понятно, с другой стороны, такая ситуация тоже несколько фальшивая, потому что ты, опять же, выдаешь себя не за того, кем ты являешься на самом деле. То есть ты можешь спокойно и с высоко поднятой головой не понижать уровень, оставаться самим собой и не подыгрывать тому окружению, в котором ты оказался. Это тоже нормально. Ну и, наверное, со стороны ты будешь восприниматься как снобизм, да, но в этом ничего дурного нет. Наверное, все-таки снобизм — это нормальное состояние, нормальное состояние души. Общение у меня происходит с людьми именно своего, нашего профессионального круга, но, безусловно, есть множество достойных людей, с которыми мне интересно, которые к нашей профессиональной деятельности не имеют никакого отношения. Всегда узнаешь что-то новое и успокаиваешься, понимаешь, что ты, в общем-то, не такой умный, не такой эрозированный, как тебе казалось когда-то. И, в общем-то, что архитектор — это не самое умное существо на белом свете. Есть существа, по меньшей мере, не глупее, а то и умнее. Так что это полезно, это успокаивает. — Владимир Иванович, архитекторы, они выделяют свою профессию? — Ну да, определенный профессиональный шовинизм, да, он присутствует, конечно, и во мне он тоже есть. То есть я очень часто себя ловлю на том, что я несколько свысока поглядываю на представителей, на людей других профессий. Ну, я понимаю, что это абсолютно ошибочное ощущение, ошибочная самооценка, но мне так кажется, что так, ну, они недостаточно широко смотрят на мир, что даже если у них философская подготовка достаточно неплохая, но, в общем-то, внутри как-то там что-то не срабатывает. Ну, а что же касается вкуса, ну, тут никто рядом не стоял, неважно, стилист ли это, дизайнер одежды это, ли это, или еще чего-то. Просто мимо и мимо. Ну, во всяком случае, в отношении вкуса. И вкуса отношений, и вкуса восприятия мира, и в вкусовом, я не знаю, там, восприятии, я не знаю, одежды, еды там, ну, еды нет. Не веря, что, обладая художественным вкусом, вы не гурман. Ваши кулинарные предпочтения? Я не могу сказать, что я гурман. Насчет кулинарных предпочтений, что мне больше нравится, ну, мне очень нравится и французская кухня, и итальянская кухня, и китайская, и японская. Очень нравится вьетнамская кухня. Это я ее совсем недавно открыл. А ваше кулинарное воспоминание детства? Вот чем пахнет ваше детство? Ой, чем пахнет мое детство? Хм. Хм, хм, хм. Ну, мне кажется, что я готовить тоже умею. Время от времени я становлюсь у плиты. И, как правило, конечно же, я готовлю не то, что я увидел в кулинарной книге или посмотрел в передачу Джейми Оливера или что-то в этом роде. Конечно, я готовлю то, что я умел готовить когда-то давным-давно, то, что там готовила моя бабушка, мама. Эти вещи я как раз и люблю, что я мастерски готовлю. Я умею делать, наверное, поэтому люблю блины. То есть я их не просто делаю, я их еще. Я из этого делаю шоу. То есть я там подкидываю, подбрасываю и так далее, и так далее. Вот, и они получаются очень даже неплохими. Я умею делать... Да я все умею делать. После всего? Да-да-да, я умею делать прошированную рыбу. Да-да-да, это абсолютно утерянный рецепт. Но я это делаю, я это делать умею. Но это целый день нужно потратить? Да, целый день нужно потратить, да. Ногу. Вы делились по Санкт-Петербурге. Вы рассказывали мне, что часто после приезжали в Петербург. И архитектура этого города, она не могла не повлиять на вас. Как думаете, какой вкус воспитывает в своих жителях сегодняшняя Москва? Я думаю, неплохой. Москва стала очень современным городом. И культурное поле, информационное поле в Москве, оно просто необъятное. Если широко раскрыть глаза и хорошо прислушаться, и хорошо чувствовать этот мир, эти звуки, которые тебя окружают, безусловно, многое хорошее, как впрочем и плохое, в тебя войдет. Самое главное, опять же, дело либо врожденного вкуса, либо приобретенного вкуса, правильно это все отсортировать. В одном из интервью вы как-то сказали, что поиск формы начинается с формулирования сверхидеи. А основой для нее может стать что угодно. Литературный образ, суперконструкция или парадокс. Какое из ваших изданий появилось благодаря самой экстравагантной идее? Самая экстравагантная идея? Я часто люблю вспоминать давнишний конкурс на Мосгордуму, который проводился еще, по-моему, в 2001 или 2002 году. Где-то, наверное, за неделю до сдачи конкурса у нас ровным счетом ничего не было, мы вообще не собирались его все-таки принимать участие. А потом как-то сидели со своими коллегами, с друзьями и думали, что такое Дума, чем она вообще занимается. Ну, наверное, она думает уже от слова «дума». А чем она думает? Ну, наверное, мозгами. Думает мозгом, ну, какие-то мысли, импульсы смысловые она передает пасковскому правительству через такие думоводы, мозговоды или что-то в этом роде. Так появилась такая двухчастная композиция Думы в форме такого здоровенного человеческого мозга, но, безусловно, стилизованного, но и такой строгий, точный куб, где сидит серьезное правительство. Ну, наверное, да, это была такая экстравагантная идея-шутка. Мы думали, что так весело пошутить, но, на удивление, мы заняли второе место, по-моему, или третье место. Участников там было невероятное количество, причем большинство иностранных, но и занять второе или третье место, это было очень почетно. Вы как-то сказали, что вас расстраивает, что российских архитекторов за пределами профессионального сообщества практически никто не знает, что, формируя городскую среду, архитекторы делают очень важную работу, а общество молчит. Я вас процитирую, не поддержки, не критики, только брезгливость. Как вы предполагаете, в чем причина такого отношения и как это можно преодолеть? В первую очередь, я полагаю, причина именно заключается, я думаю, в молодости как таковой нашего общества. Так исторически сложилось, что за рубежом, наверное, в развитых странах, безусловно, там больше знают и об архитекторах, и имена звездных архитекторов, они на слуху у нас нет. Может, это проблема масс-медиа, может, это проблема общего культурного фона, который должен каким-то образом меняться. Сами архитекторы, ну, наверное, да, каким-то образом тоже о себе должны активнее заявлять, Остаивать свое право быть заявленным или быть упомянутым, когда описывается то или иное городское пространство или здание, чего у нас, к сожалению, практически не бывает, но это, опять же, наша ментальность. Я приведу элементарный пример, когда в самых никчемных или самых третистепенных рекламных изданиях, связанных, например, с недвижимостью, если каким-то образом кто-то там в каком-то объекте поучаствовал, ну, допустим, в интерьерах или в ландшафте поучаствовал какой-то иностранный архитектор, об этом непременно упомянут, обязательно напишут о том, если это здание построил даже очень известный российский архитектор, об этом упоминание чаще всего не будет вообще никакого. Ну, это очень сомнительный подход и, возможно, с какой-то маркетинговой точки зрения это каким-то образом работает, но это на ближайшую перспективу, да и на далекую перспективу просто невероятно вредно и для нашей профессиональной самооценки, да, в общем-то, и для самооценки всего народа как такового в том числе. Раньше на домах вывешивали таблички, здание построено таким-то архитектором в такое-то время, но черт его знает, что касается себя, я где-то на 95% зданий, которые я построил, не хотел бы видеть такую табличку. По какой причине? Ну, во время пути, да, собачка могла подрасти, несколько трансформируясь. Опять же, если ты теряешь контроль, независимо по субъективным причинам, по объективным причинам, здание выходит из-под контроля, и зачастую от первоначальной идеи остается только карикатура. Вот она, карикатуру, смотреть смешно со стороны, но не тем, на кого она сделана, да. Владимир Иванович, Вы однажды назвали себя человеком с мягким характером, который легко может пойти на компромисс. Но, возможно, именно такая гибкость помогает быть актуальным в профессии, которая и так очень активна в последнее время? Вы знаете, может быть, и помогает, но иногда очень сильно, к сожалению, мешает. Иногда в мягкой беседе, да, ты даешь слабину, соглашаешься, идешь на компромиссы. Иногда эти компромиссы абсолютно разумные, потому что архитектура — это вообще искусство. Во многом это искусство, искусство компромисса. Иногда это помогает, иногда тебя ломают. Потом становится очень обидно и досадно, но уже потом ты начинаешь вспоминать, черт, я не вспомнил, столько важных аргументов. В нашей дискуссии мною было упущено, и если бы я их мог привести, возможно, я бы доказал правильность своих решений, но время ушло, механизм запущен, работа пошла. Нас с детства учат, что как плохое, так и хорошее мы должны принимать в равной степени одинаково. Мало кто этим владеет, но вы производите впечатление невероятно сдержанного человека, который реагирует без эмоциональных всплесков. Честно говоря, эмоциональные всплески происходят абсолютно чудовищно, просто невероятно. То, что происходит внутри, иногда это просто что-то невозможное, вплоть до физической боли. Очень легко обидеться, но я виду не покажу. Или наоборот, невероятно возрадовать чем-то. Но это не значит, что я совсем не искренний человек, но надо владеть собой. Не уверен, что я отличный артист, чаще всего, наверное, это как-то проявляется. Потому что чаще всего выражение лица у меня такое достаточно унылое и хмурое. Можно прочитать, да? Да, можно прочитать. Я думаю, что можно. Хороший физиономист он всегда поймет. Так что мое счастье, что хорошие физиономисты встречаются не так часто. Что может выбить вас из клея? Одно неаккуратное слово, одно… Запятание в том месте? Ну, может быть, и запятание в том месте иногда раздражает. Ну, нет, нет, но это так, это то, что раздражает запятание в том месте. Может просто раздражать, но когда ты имеешь дело вроде бы как с культурным человеком. Предполагаю, что с тобой разговаривает культурный человек, который вдруг делает какие-то совершенно невероятные стилистические или грамматические ошибки в речи. Но это мелочи. Это просто не то, что это несколько огорчает, потому что ты слегка разочаровываешься в очаровавшем себя человеке. А за дети, а горчить может неправильная оценка того, что я сделал когда-то, ну, совершенно дурацкая оценка. Ну, опять же, того, чем я реально горжусь. Ну, потом как-то, ну, проходит время, приходит в сознание того, что это тоже нормально. Люди разные, у каждого есть свое мнение, у каждого есть право на свою оценку. Ну, кто-то достаточно тактично ее выражает или высказывает, кто-то ее скрывает, кто-то режет правду матку прямо в глаза. Вот это как раз самое противное, не самое неприятное, потому что чаще всего я в дискуссии на эту тему не вступаю. Я очень плохой, очень плохой дискурсант, очень плохой. А какие качества вас в людях раздражают? Раздражают? Ну, черт его знает. Ну, много качеств, которые раздражают. Ну, есть какие-то совершенно страшные качества, но это не то, что раздражает. Это просто те качества, за которых людей надо ненавидеть. Хотя я понимаю, что ненавидеть. Слово «ненавидеть» — это такое очень сильное слово. Нет, раздражают, но хамство, наверное, раздражают. Раздражают? Раздражают, да, невероятно. А что бы вы предпочли? Неискреннюю вежливость или искреннее хамство? Ну, скорее всего, все-таки неискреннюю вежливость. Точно? Конечно. Потому что любой человек на 90% в своем нормальном человеческом общении неискренне вежлив. Даже по сравнению с недавним прошлым люди стали жить иначе. И меняется не только формат работы, меняется образ жизни, по сути. Сегодня вообще дружба, она трансформировалась, по сути, в такие взаимовыгодные отношения между людьми. А вот ваше отношение к такой трансформации, по факту это происходит, но это уже произошло. Дело в том, что наша профессия — это нормальная, профессиональная, но человеческие отношения. Поэтому, ну, по большому счету, я не могу сказать, что такое очень сильное, очень сильно что-то изменилось. Соображения, этики, доброжелательности, личных отношений, они доминируют и иногда мешают. Зато приобретается другой капитал, который через какое-то время, наоборот, тебе помогает. — Интересно, какие люди пришли в вашу жизнь именно благодаря профессии? Вот люди, встреча с которыми стала для вас событием. Есть ли такие люди? — Ну, конечно, есть. Очень много я не буду сейчас персонализировать этих людей, но, безусловно, есть. Ну, и потом, любое ощутимое знакомство может оказать радикальное изменение или радикальный поворот в твоей жизни, в твоей судьбе. Ну, это как у Брэдбери, да. Это известная история. Правда, мах крылышками мотылька, да. Я бы хотела затронуть тему детей. Вот как считаете, в чем ваши дети лучше вас? — Я надеюсь, во всем, пока я смотрю сейчас на своих детей. У меня их двое, дочь и сын. По-моему, они во всех отношениях, ну, почти во всех отношениях лучше меня. Но они счастливы мне. Самое главное, я считаю, что я никогда не ставил перед собой целью сделать так, чтобы мой ребенок был лучше меня или превзошел меня. Даже не важно, пусть он будет хуже меня, но пусть он ощущает себя счастливым. — Есть ли что-то, чему вы учитесь у них? — Да, пожалуй, да, 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 конечно. Конечно, есть более легкое отношение к жизни. Это, во-первых. Во-вторых, ну, просто какие-то, ну, куча каких-то новых сведений они мне рассказывают, о которых я понятия не имею. И мой сын может мне рассказать о каких-то невероятных примочках в тех же самых гаджетах, или там в айфоне, или там в компьютере. Вот во счет рассказать мне, какой же ты папа отстал, и ты не знаешь, что есть такая супергруппа, которая выдает такие невероятные вещи, и вообще ни о чем с тобой говорит. Ну, я так подумаю про себя, да, действительно. Иногда пытаюсь так быть в тренде. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Дочь постарше, ну, ненамного, но так. Ваша дочь живет в Германии? Да, в Германии. После окончания мархи, ведь она тоже архитектор, да, после окончания мархи, она еще два года училась в магистратуре в Германии, в Дессал, в Баухаусе, бывшем, да, ну, не бывшем, теперь что-то, да, да, да. Ну, и как-то там осталось поработать с этим. У нее много друзей, к ней тянутся люди, я знаю. Друзья. Ну, такая. Очень хорошая. Она внешне очень похожа на меня. Мне это нравится. А какое лучшее лекарство для вашей души? Если я сейчас скажу, что я лечу душу новым проектом, который мне будет даваться легко и свободно, от которого я буду получать кайф, но, наверное, это будет перебор. Не знаю, чем я лечу душу. Я как-то специально не задавался этим вопросом, ни разу не ходил, ни разу не ходил в психи. Я не правила. Каких-то специальных, я не знаю, медитативных способов нет, хобби никакого нет. Но футбол вы вчера смотрели. Ну, это не хобби, но весь мир смотрит футбол. Время требует хотя бы раз в четыре года. Мне что, человеческое мнение чуждо? Так, нормально. Как тут не следовать общему угару, да? По моим наблюдениям, мужчины с возрастом, они становятся все большими романтиками. Замечали ли вы это за собой? Нет, нет. У меня складывается вот такое впечатление, что я легко могла бы вас представить. В роли романтического героя? Это обманчивое впечатление. Да нет, нет, нет. С возрастом я точно не становлюсь романтичнее. И, может, в юности был. Но вы совершали какие-то безумные поступки? Конечно, совершал. И немало. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова